Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами затронем несколько иную тему в Палестине, к Израилю, не имеющему никакого отношения. Все те, кто хотят продолжать эту тему дальше, пожалуйста, обращайтесь к тем видеовыпускам, которые лежат у нас на канале. Сегодня же я хочу поговорить об Украине, в частности о том, что предстоит буквально в следующие несколько дней. Если вы читали новости, 15-16 июня в Швейцарии состоится конференция по безопасности, по урегулированию военного конфликта на территории Украины между Россией и Украиной. Президент Зеленский в конце мая этого года официально обратился при помощи телеканалов, при помощи средств массовой информации к президентам Китая и США и пригласил их принять активное участие в этой конференции. Естественно, человек считает, что их участие, участие этих глав государств, мощных действительно промышленно развитых государств, внесет какую-то лепту и повлияет на исход тех событий, которые сегодня происходят на территории Украины. К самой конференции они готовились, считай, полгода, потому что Зеленский был еще в январе этого года в Швейцарии с официальным визитом и договорились со швейцарскими властями, с мировыми политиками о том, что 15 и 16 июня в Швейцарии будет проходить эта мирная конференция. Изначально считали, что на этой конференции будут уже подписаны договора о прекращении огня, о, скажем так, разделе имущества. Хоть Зеленский и упирает на то, что Россия обязана оставить все захваченные ею территории, Россия же утверждает, что нифига, эти территории исконно русские, и вас вообще как страны не существует, потому что вы проект, созданный советским государством. Вот такая вот хаотическая белиберда, которая происходит сегодня в мире. Значит, после того, когда Зеленский обратился при помощи средств массовой информации, при помощи интернета, телеканалов к президентам Китая и США, то на фоне вот такого, скажем так, всеобщего пессимизма господствующего сегодня в мировой политике, президент Байден высказал, не то чтобы негативное свое отношение к этой конференции, он просто высказал, что у него есть иные цели на эти дни. И он, к сожалению, не сможет принять участие в этой конференции, потому что его пригласили в Лос-Анджелес на участие в акции пожертвований. Естественно, президент Байден в первую очередь трясется за свое кресло президентское, которое он может потерять в ноябре этого года на выборах нового президента США. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что Трамп нахрапом набирает обороты и рано или поздно Байдену придется выходить. А может быть здесь другие какие-то причины. Например, человеку за 80 уже елки-палки, он боится может быть опять упасть на трапе самолета, что может послужить фатальным исходом его президентской карьеры. Свалился, споткнулся, как говорили раньше, захлебнулся слюной, так и этот умер, споткнувшись на трапе самолета. Вице-президент США госпожа Харрис тоже отказалась принять участие в этой конференции, сославшись на какие-то свои предвыборные агитации, на свои предвыборные манипуляции и поддержку президента Байдена. Министры иностранных дел тех стран, которые будут принимать участие в этой конференции, опять-таки на фоне всеобщего вот этого, будем называть его мягко, пессимизма, уже, скажем так, наплевательского отношения к Украине и к украинским властям, решили сетись на том, чтобы целью этой конференции были два пункта. Если раньше они говорили о том, что нужно прекратить войну с возвратом всех территорий обратно в стране, то сегодня эти министры иностранных дел сходятся во мнении на том, что если эта война и будет продолжаться дальше, то нужно хотя бы прийти к какому-нибудь консенсусу в этих сегодняшних условиях и подписать договора о том, чтобы с обоих сторон, ну у украинок нет атомного оружия, о неприменении атомного оружия и об обмене пленными. Вот к чему сводится сегодняшняя вот эта вот цель этой конференции, которая состоится буквально через несколько дней. Почему так? Потому что на протяжении вот уже двух с лишним лет Украина получает вооружение, Украина получает финансовую помощь от мирового сообщества, от стран НАТО, от ООН. И по странной случайности львиная доля всего этого вооружения и особенно финансовых средств куда-то мгновенно пропадает. Допустим, все прекрасно знают, и это не секрет, можно даже найти в интернете эти статьи. Немецкая газета Die Welt писала о том, что, да и не только она писала, в новостях даже говорили, что в конце декабря прошлого года, 23-го года, с территории западных стран на Украину было отправлено 100 тысяч фугасов общей стоимостью на 37 миллионов евро. Фугасы, как только груз был перевезен через границу Польши и Украины, тут же потеряли след, то есть они пропали. Куда делись эти фугасы? Ни президент Зеленский, ни Умеров, новый министр обороны Украины, внятно ответить на этот вопрос не смогли. То же самое касается и денег. Деньги, которые вливаются в Украину через различные финансовые пути, тут же куда-то пропадают. И, естественно, это служит огромным минусом на политическом фоне, на политической арене, уже не в пользу Украины. Потому что политики видят, что настолько коррумпирована украинская страна, украинская власть, что сколько бы денег вы им не давали, им все будет мало. Я не хочу сказать, что я, допустим, высказываюсь негативно по отношению к украинской власти или, в частности, к каким-то украинским политикам. Я говорю то, что пишут сегодня газеты, то, что пишут сегодня новостные интернет-порталы. Это не отсебятина. И вторая часть, второй вопрос, который я хотел бы здесь озвучить. Очень многие люди спрашивают в последнее время, а как там у вас украинцы и украинские беженцы? Лучше расскажите, сколько криминала они устраивают. Пожалуйста, я могу вам привести статистику, полицейскую статистику по криминалу, по криминальной ситуации в стране. Украинскими беженцами за вот эти вот два года, сколько они здесь находятся на территории Германии, было совершено всего-навсего 1,5% от всего криминала в стране по сравнению с тем, что делают, допустим, те же самые беженцы. Выходцы из африканских стран, выходцы из Палестины, выходцы из каких-то других стран, допустим, из Румынии, из Болгарии. Украинские беженцы в основном сидят, ведут себя тихо, и многие из них пытаются найти работу. Люди, которым за 30, за 40 лет, они приехали сюда с определенными целями, они хотят доказать стране то, что они благодарны этой стране, во-первых, за то, что она их приняла, и пытаются найти работу. Очень многие люди из них нашли работу и работают уже. Молодые, ну, молодые, у них всегда свой ветер в голове, у них свои мысли в голове, которые не всегда даже им самим понятны. Скажем так, они ищут себя. Многие доискались до такой степени, что рванули дальше в Ирландию, в Норвегию, в Италию, кто-то рванул в Канаду или даже в Америку. Ну, рыба ищет, где глубже, человек ищет, где лучше. Но вот этих вот господ с Украины, приехавших сюда в начале украинско-русской войны и кричавших, что они живут здесь, но кричавших о том, что они воюют там, чтобы русские танки не пришли сюда, этих господ здесь уже стало очень мало. То есть, многим из них показали на дверь, буквально через полгода, через год. Другие сами поуезжали, потому что поняли, что, ну, настолько доверчивые немецкие в социальные службы, их можно облапошивать, но не настолько облапошивать, чтобы действительно те сами считали себя идиотами и лохами. Поэтому многие вот такие вот граждане, приехавшие сюда на Мазерати, на Майбахах, многие ехали сюда на Феррари, их здесь уже нет. Они поехали куда-то дальше. Почему? Потому что, когда они приходили в социаламт и просили социальной помощи, мол, типа, дайте нам денег еще, потому что нам не хватает, их просили запомнить декларации неналоговые, а именно по тому состоянию на тот момент, в котором они находились. То есть, что у них есть? Допустим, какие украшения, какая, скажем, ну, не недвижимость, а какие средства или еще что-нибудь. И вот они писали открыто, да, у меня стоит под окном Майбах, у меня стоит под окном то, у меня это, это, это. У меня полный рот золотых зубов, у меня цепь полтора килограмма, а тебе, нищеброд, тут сидящий за столом, до такой цепи работать и работать. И им после, немцы это проглатывали, и потом просто-напросто после заполнения всех этих деклараций, всех этих формуляров, они им сказали, вот когда вы продадите свои Мазерати, Майбахи и Мерседесы, когда вы избавитесь от своих дорогущих и тяжелейших цепей и, значит, проживете все эти денежки, прокушаете все эти денежки, тогда приходите, мы вам выпишем социальную помощь. А до тех пор, увы, многим таким вот гражданам просто-напросто отказывали в выплатах социальных пособий. И они покинули страну, потому что против законов не попрешь. И, конечно же, самое последнее, что я хотел сказать по поводу вот этого вот ГАКского суда, который принял резолюцию по тому, что, мол, Израиль не имеет никакого права нападать на Павлистину и так далее. Многие говорят, что вот глава вот этого международного трибунала выходец из Пакистана. В таком случае я хотел бы просто сказать, может быть, кто передаст вот этим вот гражданам, гражданам-судьям из международного трибунала мои слова. Когда в Пакистане в начале 90-х годов к власти пришла женщина по имени Беназир Пхутта, стала премьер-министром Пакистана, в течение следующих нескольких лет, пока она была у власти, Пакистан стал проевропейским государством. Там начала очень бурно и сильно развиваться экономика, промышленность. Кому-то из фундаментальных исламистов и тех, кто привык жить в трущобах, это не понравилось. На следующих выборах Беназир Пхутта просто-напросто сместили и пригрозили ей физической расправой. Почему она и уехала тогда из Пакистана, это Беназир Пхутта. И вот буквально сколько лет, 10 назад, может быть, даже раньше, власти Пакистана заверили официально Беназир Пхутту, что она может вернуться к себе на родину и ей ничего не угрожает. Это было заверено официально властями Пакистана. Она вернулась. Не прошло и полгода, как ее убили. Так вот, я хотел бы обратиться через пользователей к вот этим гражданам-судьям и, в частности, к главе Международного трибунала, выходцу из Пакистана. Почему бы тебе, дядечка, сначала не осудить убийц Беназир Пхутта, первой женщины, премьер-министра Пакистана, за вот это вот зверское убийство, за вот это вот политическое убийство, доказать свою лояльность ко всем, доказать свою честность и справедливость, а не пытаться со своей позиции, со своей религиозной позиции обвинить кого-то другого в том, что он пытается защитить свою страну от, к примеру, фундаментальных исламистов, скажем так, или от исламского государства. Вот так вот. Двойные морали. Опять мы возвращаемся к двойным моралям. В общем, не забудьте подписаться. Да, кстати, и самое-самое последнее. Ребята, не лишайте себя возможности оставлять комментарии на этом видеоканале. Я время от времени захожу к себе на канал в спамовой папке. Я просто-напросто уничтожаю комментарии и отправляю в банк тех людей, которые, увы, не научились вести себя культурно, не научились вести себя вежливо и корректно по отношению к своим оппонентам, по отношению к тем людям, которые имеют другое мнение, отличное от их. Поэтому, если вы не научитесь общаться, то у вас остается всего-навсего одна возможность смотреть эти видео, выпуски на канале только как по телевизору, без возможности оставить свой комментарий. Всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok